Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Ну, по вашему описанию, я бы сказал, что вам, я не знаю интроверции или нет, потому что вы здесь, на мой взгляд, рассматривать интроверцию, я бы сказал, ну, исключительно как, знаете, ну, исключительно как способ убежать от какого-то стресса, от какой-то проблемы, вот, поэтому сказать интроверцию или нет пока невозможно. Можно было бы, в принципе, это сделать, если бы у вас, к примеру, был выбор, да, если бы у вас был выбор. Вот. Пока же выбора нет, говорить о том, интроверт вы или нет, на мой взгляд, не имеет какого-либо смысла, потому что вы просто научились убегать, вы дроверцы и сон, по сути. Вот. Поэтому тут одновначенного ответа быть не может. Дальше. Что касается тревожности, что касается сложности общения с людьми, что касается того, что в личной жизни у вас всё плохо, то здесь, в принципе, общая система одна. Вам сложно доверять себе. То есть вы не доверяете себе, вы не привыкли к себе прислушиваться, когда, ну, может быть, можно или нужно себя проявить, проявить, ну, свою вот, скажем так, ну, скажем так, некоторую активность, да. Вот. И вот вследствие этого, вследствие этого, вследствие вот того, что вам, вы не знаете, вам страшно, вам тревога. Тревога – это вообще такая некоторая, знаете, некоторая оторванность такая вот от себя, да, вот. Тревога – это вообще такая история про то, что я не знаю вообще вот, какая я, да, какая я вот, ну, какая я, условно говоря, сама, да, я не знаю, какая я сама, вот. И, соответственно, из-за этого мне страшно, из-за этого мне страшно, из-за этого мне привозят, вот. И, соответственно, из-за этого я ухожу из общины, из-за этого я падусь, что я, там, какая-то не такая, да, и прочее, прочее, прочее. Все это вот из-за того, что я себя не чувствую, вот. А извне, условно говоря, извне, поступают сигналы, поступают сигналы, которые требуют от меня, чтобы я какой-то была. То есть, я должна быть какой-то, какой-то, а это мне не подходит. И поэтому, соответственно, возникает здесь сразу конфликт. Вот. Это такой аспект. Вот. Это неприятно, но очень такой вот реальный аспект. Дальше. Не могу ли забраться к себе, пищевая? Ну, я думаю, что раз вы себе не доверяете, то разбираться вам к себе, мягко говоря, хочется не очень сильно, потому что, ведь, если вы к себе разбираетесь, придется что-то делать. А поскольку пока доверия к себе у вас нет, то вряд ли вы с особым желанием горите что-то делать. Мне так, по крайней мере, кажется, кажется. Поэтому тут вы можете лукавить. Даже считаю, что я странный. Ну, все эти страны, вот, в той или иной степени, здесь у вас, опять же, это, мне кажется, требование к себе. Дальше. Не могу понять, мне нравится или у меня психологические отклонения. Ну, совершенно точно насчет отклонений не сможете сказать ни вы, ни мы, потому что никто из психологов диагнозов не ставит. А психиатры ставят диагнозы исключительно только очень. Поэтому вам, если вы хотите диагноз, вам нужно все-таки хочется обращаться к врачу. Дальше. Не выдерживаю жененное общение с кем-то, особенно, если это новые люди. Что значит не выдерживаю? Вам тяжело? Тяжело за счет чего? Мне комфортно общаться с людьми, с которыми я знакомлюсь непринужденно. Например, на работе потихоньку узнаем друг друга ближе. Ага. Мне кажется, что это комфорт достигается тем, что от вас ничего не требуется. Вот. С личной жизни вообще все плохо. Из-за того, что я сама по себе тревожный человек, не любит жить в графике, я далеко планировать и вообще стараюсь избегать много адреналина, и стараюсь все блокировать с тревогой. Не доверять себе. И, соответственно, вот довольно жесткие, мне кажется, требования. Познакомилась с парнем на одном застолье. У нас были душевные разговоры и поцелунования с Америки. Причем зарабатывать, организованные, явно знает, чего хочет. На следующий день мне написал. Вы его ставите выше собрала. Ну, во-первых, вы познакомились с каждым застольем. И выпили. И у вас были душевные разговоры. Вы думаете, это случайность? Дальше. Тут он из Америки, прилично зарабатывает, организованный, явно знает, чего хочет. На следующий день мне написал. Ну, вы его ставите выше собрала. У меня в голове мысли, я не такая. Он явно меня такую не примет. И все в таком роде, что в конечном итоге меня ответнут. Это страх быть ответженный. Вот. И, соответственно, мысли, что вы не такая. Да? То есть вы не такая. Какая вы? Вы какая? Вы знаете, какая вы? Вот. За кого чувства толком не могла понять. Если он не нравится. Не очень я понял вот это вот. Это сейчас правда. Написал ему, что не любили переписываться на этой встрече. На этой встрече слова от него не хотелось. Обосно было? Мне казалось, я это совершенно не знал. Человека меня это пугает, что мне надо как-то выкручиваться. Объяснять, что я сейчас не готов, мне лучше себя узнать. Не готовы к чему. Понимаете, да? Здесь требования. Вот здесь идут требования из головы. При этом вы не свободны, вы не естественны. После этой встречи была неловкость. Что это значит? С вами кого? Как вы это поняли? Теперь меня объяснилось, что он звонил, когда ему удобно. Ведь я сказал, что не люблю переписываться. Это вопрос личных границ. Это вопрос личных границ. Но потом, если он вам звонит, когда ему удобно или неудобно вам, вы можете просто не брать трубку. Но ничего, с тревожного состояния я решил на пару дней не общаться с людьми, с которыми не уходят много энергии. А говорить тем, с кем очень просто обалдать о своих проблемах, но и в долгу не останется. Могу выслушать, если я обычно это мужчины, которых я называю друзей, которых я не рассматриваю как партнеров. Но мне после таких разговоров становится легче. Ну, вы проживаете свои эмоции немного. Это первое. Второе, мне кажется, что для вас очень важно построить отношения. То есть, мне кажется, что вот сама вот эта тревожность, о которой вы говорите, да, сама тревожность, это про сверхважность построения отношений. То есть, словно говоря, если бы вам отношения были не так важны, вы бы не стремились их построить. Но поскольку в глубине души вам хочется построить отношения, отношения, чтобы доказать себе, что вы, ну, что вы нормальные, что вы достойные и прочее, то получается, что мужчины приобретают для вас сверх значимое. Это вопрос вашей ценности помимо отношений и помимо других людей. Я бы здесь задал вопрос про работу и так далее, про профессиональный рост и прочее. Дальше. Так, все мои отношения были построены с людьми, с которыми я непринусственно проводил время. То есть, на комом работе как-то, естественно, заразовало себя. С одной стороны, это верно. С другой стороны, здесь вы пишете про страх ответственности. То есть, там, где нет требований, там, где вы плохо, даже неплохо, болезненно реагируете на требования от себя. То есть, когда вы чувствуете, что человек чего-то от вас ждет, это вас повергает состояние страха, состояние тревоги и прочее. Вот. Вы чувствуете, что вы ему должны, вы пытаетесь с этим как-то бороться. Вот. У вас достаточно сильное, наверное, понимание того, что вы человеку ничего не должны, но вот справиться с этим вы не можете. Потому что недостаточно, у вас противовес, опоры на себя. А интеллекта мало. Интеллекта для этого не хватает вам. Интеллекта не хватает не в том плане, что вы глупые или у вас низкий интеллект, а интеллекта не хватает в том плане, что одного только интеллекта мало, чтобы противопоставлять его тому, что ждут люди от вас. Дальше. Так. Когда кто-то нравится случайно, совершенно не из моего окружения, очень сложно открываться, очень сложно объяснять, что мне нужно пару дней передохнуть, что мне тревога, я плохо сплю, нагрючу, что какая-то не понравилась, хочется избавиться от человека. Но это вопрос собственного принятия. У вас, точнее не принятия. Вы себя не принимаете. Вот. Обесценивайте себя, обещайте себя, требуйте от себя невозможного. Вот. А ты тревог. А связанные только с одним. Вы себя не знаете. Вы не знаете, какая вы. И соответственно не знаете, что с этим делать в общем. Вот. То есть как бы люди не из вашего окружения, да, они как бы, вас с ними ничего не связывают. Да? То есть у вас нет ничего общего. Соответственно общение с этими людьми выстраивается исключительно о том, что вы хотите сказать, там, условному человеку. Да? А если вы ничего не хотите сказать человеку, ничего не хотите ему дать, то это же абсолютно нормально. Вот. Но не для вас. Вы считаете, что вы должны что-то. Понятно, что моя самооценка желает лучше. У меня себя чувствует плохо из-за того, что выбираешь жизнь и системы. Всё это значит. Не очень понял. А самооценка, да, желает лучше. Вы над ней работать как готовые, не готовые. Хотите ничего за границей. Поэтому в грамматике всё плохо. Заранее спасибо. Это к чему вы написали? Чтобы вас не считали неграмотными или что? Для чего вы это написали? Вот. Ну как бы цель какая у этого? Ну вот у того, что вы написали. С какой целью в этом написали? Вот. Это важно. Потому что я бы хотел, чтобы вы как-то вот несколько лучше себя понимали. Понимали? Да? А для этого нужно с чего-то начинать. Вот. Ну пусть это начало будет вот таким. Как вариант. Понимаете, да? Что я имею ввиду? Вот. Дальше. Идём. Значит, я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, вы дадите обратную связь на мой ответ. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok